Всем привет! Днепр на связи. 13 октября, 2 часа 52 минуты ночи. Дождь идет, блин! Вот обещали синоптики дождь? Накаркали, накаркали. Пока не сильный, но с утра до вечера обещают вообще ливень, сильные порывы ветра, шторм. Так и живем. Что у нас, друзья, на данный момент? Вы знаете, к удивлению, пока что для нас ночь проходит тихо, без сигнала воздушной тревоги. Тревожили с 9 до 10. Были выходы баллистических ракет. Сейчас мы к этому дойдем. Ну а в целом ночь, кроме дождя, ничего не удручает. Что у нас на повестке дня? Глава областной военной администрации Сергей Лысак в конце своего рабочего выходного дня заявил о том, что более 20 раз наносились удары по Никопольскому району, били по самому Никополю, также по Миревской, Марганецкой и Покровской громадах. При этом применялись как дроны Камикадзе, так и артиллерия. Повредили промышленные предприятия, люди целы. В общем, им здоровье, счастье, все нормально. Также днем у нас работали силы ПВО, взрывы были слышны в области. Сообщается, что было сбито целых три беспилотника. Среди них и один ударный шахет, он же Герань-2. Вот такие, друзья, дела. И к вечеру у нас развернулись вновь интересные события в городе. Вновь рейд ТЦК. В этот раз они посетили более-менее элитные места. Например, возле парка Шевченко. Это Микстура-бар. То, что ниже, всякие кафешки. Доллар-бар. И знаете, кого они там встретили? А вновь они встретили директора СТЭКа. Уважаемого Сергея Положая. Это тот, который на Бентли недавно забаррикадировался в собственном автомобиле. Подозревали, что он был пьян. Как-то эта история замялась. Продолжения никакого не было. А сегодня он уже хамил сотрудникам ТЦК и полиции вместе. Сказал о том, что вы кто? Военный? Солдат? Идите ройте окопы. Что вы мне тут рассказываете? Я, говорит, генеральный директор предприятия. У меня куча рабочих. Я молодец. Ну, в общем, хамил как мог. Посмотрим, что будет теперь. Некоторые источники говорят, что потом его там скрутили и куда-то вывезли. Но эта информация не подтверждена пока. Что видео можно найти в сети. Как он общается, собственно, с самими представителями ТЦК. И куда он их посылает. Рассказывает, куда им идти. В том числе и полицейским, которые пытались как-то туда свой песок всунуть. В этот замечательный диалог. Ну, а в 9 часов, друзья, был пуск ракеты. Взрыв прозвучал вновь в Одесской области, в пригороде Одессы. Было достаточно громко. Пока что официально не комментировали это происшествие. Ну, посмотрим в утренней сводке, будет ли упоминание. Далее, друзья, в вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Донецкой... 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 Что Донецкий? Донецкая область и Запорожская эти два направления очень сложные условия. В этом Россия просто обезумела, давит со всех сторон, проводит жесткие действия. Но стойкость наших подразделений имеет решающее значение. Также президент упомянул Курскую операцию. Сказал, что были попытки России выдавить наши позиции. Но мы держим определенные рубежи. Вот такие, друзья, дела. Что еще? Одесса, Кривой Рог, тоже сообщают СМИ, что работники ТЦК пришли в торговые центры в разных районах. Во Львове были спортзалы CitySport Live, посещены представителями ТЦК. В общем, говорят, что мероприятия проходят согласно норм действующего законодательства. Стало спокойно и адекватно каких-то сверх там чего-то стычек, не зафиксировано, как вчера, например, да, после концерта Океана Эльзы. Вакарчук, кстати, эх, Вакарчук съехал. Спросили Вакарчука, представляете, говорят, Святослава Вакарчук, как вы относитесь к тому? Прямой вопрос задали журналисты без вот этих каких-то ковыляний, да, на хромой кобыле. Говорят, как вы относитесь к тому, что после вашего концерта людей паковали в бусы, и вот такое мероприятие произошло. На что Вакарчук сказал смело? Мы очень рады, что люди пришли святкувать с нами 30 лет, нашего коллектива. Мы очень счастливы, что мы вместе с вами все это отметили, а другие вопросы я комментировать не буду. Пам-пам, так и живем. Что еще, друзья? Евгений Карась. Ну, я думаю, многие из вас знают этого одиозного украинского деятеля, действующего военного, ведущего различных шоу, канала на ютубе. Вот Евгений Карась по поводу всех событий с ТЦК заявил следующее. Наконец-то по стране начинается справедливая мобилизация. Рестораны, клубы, дорогие магазины. Сегодня ТЦК работает практически во всех городах. В Киеве они посетили Гудвайн, Бигали, концерты, клубы. В общем, Евгений Карась доволен тем, что происходит сейчас. Ну, а вы свое мнение пишите в комментариях. Что вы думаете по поводу вот такой вот, как было сказано, справедливой мобилизации. Далее, друзья, на этом я уже говорил днем. Портников в интервью пятому каналу сегодня заявил, что мы должны беречь Зеленского как зеницу ока. Россияне полностью и готовы. Да, это реальная угроза. Они хотят ликвидировать президента Украины. В свою очередь Владимир Зеленский сегодня заявил, что представил нашим партнерам детали плана победы. Теперь будем работать, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине. Это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Далее, друзья. Ветераны войны призывают всех к возмущению действиями властей Киева и объявляют протест. Ух ты, Кличко замешан в скандале, друзья. По улице Оранжерейная 2 в Киеве, где два года назад волонтеры и благотворители установили аллею памяти, павшим героем войны, власти Киева решили установить ритуальный магазин. Киевляне массово собирают подписи против незаконной застройки, а ветераны войны призывают власти отменить позорное решение. Сам Кличко пока никак не комментирует ситуацию. Ермак сделал заявление, говорит, представители РФ могут присутствовать на втором саммите мира, где, возможно, им представят план победы. Где, возможно, им представят. Вот так вот. Он отметил, что решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Видите, с Путиным переговоров не будет. И не мечтайте. Путин, не мечтай. С тобой переговоров не будет. Ха. Фить, ха. Продолжаем. У мужчин будет три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК с почты. В фильме «Звонок». Тебе осталось семь дней. Ой, боже, боже. Иначе штраф от 17 тысяч гривен до 25 с половиной. Об этом сообщает юридическая газета со ссылкой на Кабмин. Далее, друзья. Издание «Диршпихель» пишет о том, что в Украине впервые обсуждается завершение войны за счет отказа от полного отвоевывания оккупированных территорий. Ссылаются они, кстати, на высокопоставленного украинского чиновника. Источник предположил, что уровень поддержки со стороны США будет медленно, наверное, снижаться. Издание указывает на внутренние демографические проблемы пропавших без вести и пленных, миллионы беженцев, людей, живущих в оккупации. Суровой грозит зима. И за пределами фронта РФ повредила и уничтожила половину мощностей по производству электроэнергии. Однако в стране также есть силы, которые не хотят иметь ничего общего с переговорами. Они могут стать проблемой, если страна будет искать компромисс. Идет речь в материале. В то же время издание отмечает, что Запад не покинет Украину в обозримом будущем. Далее, друзья, подаляк выпрыгнул откуда-то, возможно, из Ялты с кавой. И заявил, что украинцам в ближайшие дни покажут тот самый план принуждения РФ к миру, который Зеленский представил в Европе. Ведь украинцам покажут, а россиянам на саммите мира, возможно, покажут. Пам-пам. Далее, друзья, чем вас порадовать? А? 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 А ничем. Подаляк отреагировал на статью о том, что Украина разговаривает о территориальных уступках и заявил, что разговоры о территориальных уступках России указывают на тотальное непонимание нашего противника. Если мы сейчас России что-либо отдадим, она вернется и заберет все остальное. В Одессе мужик увидел мобильный блокпост, развернулся и поехал по встречке в другую сторону. Все это заметили полицеанты. И позже он был задержан, получил повестку, еще и штраф. Эх, три года тюрьмы получил житель Кременчуга, который отказался ехать в учебный центр после ВЛК. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК ИСП. Мужчина был не согласен с решением комиссии и указывал на то, что имеет астму и гипертонию. Потому он отказался от повестки военнослужащих ТЦК, они составили соответствующий акт. Уже во время заседания суда мужчина осознался, что боялся попасть на передовую и раскаялся. Суд сказал четко, три года тюрьмы. Вот такие, друзья, дела. Сегодня, кстати, ТЦК в Черкассах пришли на концерт комика Антона Тимошенко. Мужчин не выпускали без проверки документов. Об этом сообщают местные каналы. Огромная очередь была в самом здании. Люди не хотели выходить, мужчины. В Киеве на дружбы народов полиция и ТЦК перекрыли выезд и проверяли документы тоже мужчин, которые хотели заправиться авто элитным азербайджанским топливом. Представляете, что творится, друзья? А в Луцке возле Порт-Сити собралась целая куча среди представителей полиции и ТЦК. В общем, массовые проверки будут продолжаться и завтра. Об этом говорят источники. Вот такие, друзья, дела. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кстати, в Киевской области тоже звучали взрывы. Боролись с беспилотниками. Их, друзья, сейчас в воздушном пространстве Украины не так много. До 20 штук. Но они есть. Прямо сейчас вновь в Киевской области оглашена тревога. И вновь, скорее всего, будут взрывы. Силы ПВО будут работать. Вам, друзья, желаю приятного завершения ночи. У кого уже день приятного дня, там утра, когда кто будет смотреть. Пойду попробую пару часиков поспать, но это не точно. Хотя погода, она такая, видите, повелевает, повелевает поспать хоть немножко. Спасибо за внимание. Не забывайте поставить палец вверх этому видео. И вообще, Бог любит вас. Всем добра, отдельным личностям Бобра. И до нового выхода на связь. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока-пока. До встречи уже, надеюсь, в более светлое время суток. А дождь-то идет.